Сегодня в первой школе прошли соревнования по робототехнике. Ученики младших классов продемонстрировали сложность и элегантность создаваемых машин. Старшеклассникам же в свою очередь предстояло доказать, на что способны их роботы в таких видах спорта, как футбол и сумо. С юными инженерами познакомился мой коллега Максим Швец. Вытеснить соперника с поля боя – вот главная задача, которая стоит перед роботом участников. Каждый из них был подготовлен индивидуально. Кто-то делал ставки на мощность, устанавливая дополнительные колеса, другие – на скорость. К слову о скорости. Одно из состязаний заключалось в том, чтобы быстрее остальных преодолеть полосу препятствий. Особо заинтересовало юных инженеров состязание робофутбол. Такой вид соревнований у нас проводится впервые. И здесь необходимо было не только мастерски управлять своим роботом, но и работать в команде. Тем временем, пока одни школьники выявляли сильнейших и быстрейших, в рекреации школы развернулась целая выставка шедевров, сконструированных юными инженерами. Я попробовал сделать, смотрел в интернете разные механизмы, и у меня получилось создать такого робота. Мне было жутко его собирать, потому что столько деталей я впервые видел. И когда я его собрал, я был весь на эмоциях. Для некоторых из участников демонстрация своих работ – это целые проекты на дальнейшую перспективу. К примеру, Ярослав Муха. Он всерьез задумался об экологической безопасности водных объектов. Люди просто не замечают, что вода загрязняется, а сами выбрасывают туда. Они просто не замечают. То есть поэтому твой катер будет востребован? Еще надо заводы построить, которые будут перерабатывать мусор в экологическое топливо для машин. В очередной раз лабутнанские школьники вместе со своими наставниками доказали, что робототехника становится все популярнее среди подрастающего поколения и способствует развитию будущих инженеров. Максим Швец, Сергей Антропов. Программа «Времестное». Продолжение следует...